Всем привет, с вами Вэб, и я помню те времена, когда Крэпипаста была интересней. Примеров много. Сначала я хотел сделать видео про SCP, но потом я вдруг понял, что для такого классного и оригинального ютубера, как я, это слишком попсово. И вот, спустя некоторое время, покопавшись в своих чертогах разума, я вдруг вспомнил о предшественнике SCP и по совместительству лучшей Крэпипасти начала 21 века. Боже, как я стар. Итак, любите и жалуйте. Хранители. Они же The Holders на языке Шекспира. Да не эти хранители, мать вашу. Будете смеяться, но как и многие подобные проекты, хранители впервые заявили о себе на имиджбордах в 2007 году, за год до появления SCP, хочу заметить. Правда, на каком именно Чане всё началось, сказать по прошествии стольких лет сложно. Некоторые считают местом зарождения Сигнаты Саванчан, а некоторые Фокчан. Но это уже на самом деле не важно. Ведь, как говорили древнейшие мудрецы, главное... Душа! И её в хранителях предостаточно. В любом городе, любой страны отправляйся в любую психиатрическую лечебницу или любой реабилитационный центр, в который сможешь попасть. Да, именно так начинается большинство паст-охранителях. Но дальше только интереснее. Вначале я не зря упоминал SCP. Многие могут спросить, ну SCP-SCP чё-то доебался, а? 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 Но дело в том, что основной концепт вселенных похож по очень многим пунктам. К примеру, именно в психлечебницах, если верить анониму, придумавшему всё это, можно обнаружить и присвоить себе загадочные объекты. Их много. Больше двух тысяч штук. Ну, было. Дело в том, что один из искателей нашёл две тысячи объектов, можно позавидовать его упорству, и загадочным образом исчез вместе с ними всеми. Так что в итоге осталось всего 538 объектов. И к каждому из них нужен свой индивидуальный подход. Вот только экспериментировать с ними не надо, ни в коем случае. Все инструкции как раз даны в этих крипипастах, и отходить от них смерти подобно. Буквально. По аналогии, если описания всех объектов SCP выдержаны в стиле сверхсекретных документов, то здесь вам дана инструкция, как найти объект и не склеить при этом ласты. Понимаю, что понять это вот так вот насколько сложно, поэтому, пожалуй, я зачитаю вам одну из паст. Ээээ, понимаю, что понять. Сука, какую ебану мне писал этот текст? Ах да, это же я, точно. В любом городе, любой страны идите в любую психиатрическую лечебницу или реабилитационный центр, в который сможете попасть. Когда вы подойдете к регистратуре без колебаний, попросите встречи с тем, кто называет себя «хранитель тьмы». Сотрудник посмеется над вами, но вы должны сохранять покойство. Продолжайте просить, пока он не поведет вас по коридору. Его поведение будет сильно меняться, будьте внимательны. Если вы услышите слабое и жутковатое шипение, разворачивайтесь и бегите как можно дальше. Вы пришли не вовремя. Если вы не сбежите вовремя, слабый звук превратится в страшный рев, а затем крик боли, пока безумие не поглотит вас и не оставит умирать в оглушительной агонии. В противном случае он отведет вас к закрытой двери без замка и ручки. Он с легкостью откроет ее, и вы увидите поднимающуюся винтовую лестницу, слишком длинную, чтобы вести на верхний этаж. Дверь закроется за вами, и вы не сможете ее открыть. Идите наверх и не поворачивайтесь назад, иначе вы упадете в бездонную пропасть, ждущую живую жертву. Не считайте ступеней, их количество может свести вас с ума. Когда одна из ступеней заскрипит, вы должны остановиться. Дверь появится слева от вас. Если же она появится справа, молитесь о быстрой смерти. Медленно войдите в комнату, и вы окажетесь погружены в полную темноту. Вы должны идти прямо, иначе бродящие в темноте неизвестные существа, наблюдающие за вами, слепыми гнающимися глазами поглотят вас. Если холод скует вас, знайте, вы пришли. Замрите или умрете от руки Хранителя, который стоит прямо перед вами. Даже в полной темноте, даже с закрытыми глазами, вы будете видеть его ужасающий облик. Он будет выглядеть как самое чудовищное создание, которое вы только можете себе представить. И безумие начнет проникать в ваш мозг, как черви в разлагающийся труп. Его яростного дыхания и бормотания будет достаточно, чтобы заставить вас плакать. Но не стоит издавать в звуках громче слабого хныканья, ибо вы можете разбудить то, что не стоит пробуждать. Единственное, что вы можете прошептать, чтобы он вас не разорвал на части, это чего они боятся. Вы почувствуете движение вокруг себя, создание содрогнуться. Среди бесчисленных, ужасных описаний вы услышите простейшую, почти смешную, но непримиримую и конкретную правду, которую они боятся. Снова забыть. Когда вам покажется, что ваша голова вот-вот взорвется, все закончится. Если вы все еще можете двигаться, то вы найдете перед собой дверь, ведущую на улицу. Здесь, в траве, вас ждут разбитые песочные часы. Поднимите их. Это Объект 13, из 538. Вы можете поделиться знанием об их страхах, но вы вряд ли хотите использовать его как оружие против них. Но что случится, когда все объекты будут собраны вместе? Достоверно неизвестно. Но все сходится во мнении, что вселенная сделает... Бум! То есть, белых пятен и всяческих недоработок здесь очень много. Да, возможно, эта вселенная не так хорошо проработана, как SCP. Но у нее есть немало своих плюсов. Поэтому давайте разберемся, что делает эти пасты такими классными. Ну, конечно, кроме инструкции, которые здесь расписаны лучше, чем в какой-нибудь книге типа C++ для чайников. Разгадка проста. В этой серии Крэпипаст обращение идет непосредственно к читающему. Создается ощущение, что ты втянут во всю эту историю, и тебе нужно все это сделать и проделать, чтобы заполучить объект. Создается такая иллюзия сопричастности ко всем этим хранителям. Такое мало где можно увидеть. Поэтому даже становится немного обидно, что хранители не получили даже и близко той славы, что есть у SCP. По холдерам не делают игр, хотя попытки были, но дальше попыток дело не продвинулось. Хотя игра не могла получиться плохой, если там есть хотя бы часть моего сексуального никнейма. Не снимают любительские фильмы. Да что уж там, даже пасты уже не пишут. Казалось бы, потенциал огромный, но нет. У этого бренда нет и не было популярности, и, скорее всего, уже и не будет. Впрочем, как и у любой Крэпипасты в 2К18. Потому что бояться уже не модно, увы. Но во всем есть свои плюсы. Так, когда что-то переставить быть попсой, за дело берусь я и рассказываю вам всякие малоизвестные интересности. Поэтому не забывайте ставить лайки в поддержку уникального контента, рассказывать об этом и не только видео своим друзьям, комментировать. Ну а с вами, как всегда, был Уэб. Всем до скорых встреч на просторах дипнета и обычного интернета. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok